Сегодняшний урок флористики посвящен тому, как сделать высокую композицию на свадебный стол для банкета или на любое другое торжество. Мне понадобится высокая стеклянная ваза высотой где-то 50-60 см, лента анкор зеленая, пластиковый контейнер или пластиковый горшочек. Эту роль может играть готовый лайнер для корзинки или горшка, например, или даже дно пластиковой бутылки. Главное, чтобы он подходил в горлышко вазы, которое у меня где-то 10 см в диаметре. Далее мне нужна флористическая губка, водные кристаллы, лента со стразами или любая другая декоративная лента, флористические инструменты, ну и, конечно же, живые цветы. В частности, я буду использовать 12 пастельных роз и 4 крупных гортензии, зелень и гипсофилу. Помещаю предварительно водные кристаллы в вазу. Пластиковый контейнер нужно оставить такой высоты, чтобы флористическая губка выступала над краями где-то 5 см, для того, чтобы было легче оформить сферическую форму композиции. В предварительно замоченной уэсс флористическую губку помещаю в приготовленный пластик и закрепляю на вазе все с помощью ленты анкор, крест-накрест, а затем вокруг, так, чтобы это все плотно сидело на вазе. Когда работаете с лентой анкор, убедитесь, что поверхность вазы сухая, в противном же случае лента может и не приклеиться. После, с помощью клеевого пистолета и полоски ленты со стразами или любой другой декоративной ленты, я закрываю этот участок работы. Субтитры создавал DimaTorzok Далее я обрезаю гортензию под очень острым углом, чтобы максимально открыть стебель и обеспечить доступ воды. И оформляю так одну гортензию наверху, а три другие распределяю с равномерными промежутками вокруг. Получается форма, напоминающая сферу. Субтитры создавал DimaTorzok Затем я беру розы и оформляю их между, внутри и вокруг гортензии. Розы я обрезаю длиной где-то 12-15 сантиметров и тоже под углом, для того, чтобы было их прежде всего легче воткнуть в губку и для полноценного доступа влаги. Затем я заполняю оставшиеся промежутки гипсофилой. Цветы наполнители всегда придают объем и помогают выровнять все погрешности и придать законченный вид композиции, более округлый и более ровный. На последнем этапе я нарезаю ветки и листья салала на сегменты и оформляю их вокруг основы композиции. Это позволяет мне приподнять, поддержать и защитить нежную гортензию снизу, а также дополнительно закроет детали работы, губку, пластик и другие детали и придаст композиции законченный вид. По вашему желанию можно добавить для дополнительного придания зрительной высоты какие-нибудь декоративные веточки. Такую композицию можно готовить за день до торжества и хранить необходимо все это в прохладном месте с идеальной температурой где-то 5-10 градусов. Продолжение следует...